3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата символизирует единение государства и общества в борьбе с этим страшным явлением. О судьбе тех, кто избрал для себя путь террора и насилия, мы расскажем в нашем специальном репортаже из исправительной колонии строгого режима города Рославля. Исправительная колония номер 6 города Рославля – одно из 700 подобных учреждений по всей России. Здесь отбывают наказания заключенные, осужденные за особо тяжкие преступления, к которым относится и экстремизм. Проблема религиозного экстремизма все еще остается актуальной. Под прицелом вербовщиков молодые люди, многие из которых еще не успели найти свое место в жизни. Их нескушенное сознание охотно впитывает новые идеи, некоторые из которых ведут на тот свет. Или сюда, если повезет. Срок в этой колонии теперь видит своей лучшей долей заключенный по имени Максим. Судом он приговорен к лишению свободы за подготовку к террористическому акту. Я благодарен сотрудникам ФСБ, что они вовремя меня предотвратили. Я не сделал таких тяжких последствий для своего населения, государства. Не повредил никому из людей. В данный момент я навредил только самому себе. На трезвую оценку своего поступка и его последствий молодому человеку понадобилось два года. Столько он находится в местах лишения свободы из отведенных ему судом девяти лет заключения. А тогда, в свои 23 года, он и не подозревал, к чему приведет обычная переписка в социальной сети. Моя знакомство с организацией ИГИЛ. Ну, не знаю, как прошло, как обычно. Ну, после тренировки что-то домой приезжаешь, в интернете лазаешь, как все молодые пацаны. Ну, как бы все постараются, там, мусульмане, как. Ну, все как бы общаются, там. И мне один, там, вот этот парень начал, там, активно писать. Ты, там, как кафир себя ведешь. Кафир – это сарабский неверный, как бы. И мне начало такие вещи, как бы, цеплять. Типа, вот, сбрей бороду, ты, там, ну, как русский, типа, себе ведешь. В тот момент Максим не понял, что процесс вербовки уже начался. Скоро молодой человек из благополучной семьи, подающий надежды в спорте и имеющий планы на будущее, будет готов подорвать себя в отделе полиции. И только работа правоохранительных органов помогла избежать трагедии. Религии нас не учат ни одна, ни христианство, ни ислам, ни убивать, ни стрелять, ни воевать. Ни в одном Библии, ни в одном Коране не написано, что идите, люди, воюйте, идите, люди, убивайте своих братьев, там, по вере, или, там, других. Это все радикалы. Это радикальное течение ислама. Ты, как пушечное мясо для них становишься. Тебя отправляют куда-то и задают тебе задачи, которые сами не хотят выполнять, а ищут молодых ребят, которые более легче завербовать, там, или как-то, там, задеть живые, там, ценности твои жизненные. Основной инструмент вербовки сегодня – социальные сети. Вербовщик не спешит, не работает в лоб. Это тонкий индивидуальный подход, направленный на систему ценностей новой жертвы. Слабохарактерные люди, у которых нету своих мнений, которые в большей степени подвержены каким-то эмоциональным влиянием на них, вот, допустим, там, жалость, либо еще что-нибудь, вот, такие люди в первую очередь подпадают. По большей части у них, как сказать это правильно, отрывками, им в голову что-то внесено, вдолблено, и они неправильно понимают этот смысл. Радикально настроенные вербовщики призывают к тому, что пора менять свою жизнь. Жертва начинает думать, что где-то там, в другом обществе, в другой правильной религии будет лучше, и незаметно пересекает грань, за которой начинается экстремизм. Так случилось с Андреем. Новые убеждения встретили его в непростую период жизни, во время отбывания наказания за другое преступление. Я находился, строгие условия содержания, ну, СУС по-нашему, как бы так сокращенно, я находился в СУСе, и, ну, подавляющая масса была из мусульман. То есть они молились, совершали намаз, держали пост, как бы читали все время литературу. И вот мне стало интересно, стал молиться, совершал намазы, держал пост, стал еще больше углубляться в эту тематику, просматривать ролики профессоров, ученых. В результате всего этого возникло что-то вроде сочувствия к тем, кто у нас объявлен террористической группировкой, там, Джипхата, Нусора, ИГИЛ, ну, и остальные организации, как бы, которые этим занимаются. Приговором суда Андрей осужден на два с половиной года за призыв к терроризму. Но благодаря этому сроку у него появилось время осознать ложность новой для себя идеологии. Это же психология. То есть как человека привести к совершению теракта, к пропаганде. То есть тогда я этого, может быть, не понимал, сейчас я это понимаю. Показывать правильные ролики, стимулировать, то есть именно в ту систему, в ту систему, в которую человека нужно направить. То есть если это терроризм, то как-то аккуратными видеороликами, литературой, разговорами, какими-то темами. То есть человека потихоньку приводить к тому, что террористы, это нормально, это как бы, это джихад, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сроки по подобным статьям – экзотика для этой исправительной колонии. На данный момент здесь всего два таких осужденных. С данными осужденными проводится, значит, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на недопущение данных осужденных, вовлечения осужденных каким-то экстремистским действием, действием террористического характера. Если осужденные никак себя не проявляют и выполняют все требования, предусмотренные действующим законодательством, они находятся, в принципе, на общих основаниях в данном учреждении. Обычно в ИК-6 города Рославля отбывают наказание за более прозаичные преступления – убийства, изнасилования, грабежи. Но, без сомнения, независимо от статьи, любой заключенный хотел бы повернуть время вспять, чтобы никогда не переступать закон. Я хочу освободиться, я хочу домой. Мне есть куда стремиться, у меня есть родственники, которые меня ждут, и как бы я все стараюсь это забыть.